Оперативное совещание в районной администрации открывали цветами и поздравлениями. Глава района Александр Гладышев поздравил с профессиональным и личным юбилеем педагога детской школы искусств Эмилию Ферафонтову, вручив знак губернатора Московской области за труды и усердия. Еще одним именинником стала начальник управления учет распределения и приватизации жилой площади администрации Денцовского муниципального района Светлана Камулова. Не обошлось без презента в голове. Председатель Одинцовского территориального профсоюза предприятий жизнеобеспечения Зинаида Кузьмина уручила Александру Гладышеву памятную медаль в честь 90-летия профсоюза. Медалистами стали также Игорь Безносиков и Григорий Ассатиани. Тему дня в начале оперативной встречи обозначила начальник районного управления здравоохранения Татьяна Медведева. Зачитав собравшимся постановление главного санитарного врача Московской области, Татьяна Николаевна обратила внимание руководителей предприятий на то, что вакцинация от гриппа – мера необходимая. Если мы не обеспечим иммунную прослойку, эпидемия неизбежна. На сегодняшний день в Денцовском районе 14 заболевших детей высокопатогенным вирусом H1N1 и двое взрослых. Поэтому я думаю, я не буду объяснять, насколько это необходимо. Все понимают, где такую постановку мы не вводим. Но и для того, чтобы организировать ситуацию, нам нужно провести профилактические прививки. В числе мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Московской области, согласно областному постановлению, является продление школьных каникул до 15 ноября, ограничение проведения спортивно-массовых мероприятий, введение масочного режима. Предполагается также утренний фильтр – ежедневная проверка сотрудников для выявления заболевающих. Александр Гладышев призвал собравшихся быть внимательнее друг к другу. Я попрошу вас, как руководителей, сделать снисхождение, в том плане, что лучше отправить человека домой, пусть день-два он отлежится, заболел или не заболел, но только не в зубблечь эту ситуацию, которая есть. Поэтому человеку заставим что-то делать, и дальше заразились рядом, которые сидящие, сами вы и так далее. Начальник Одинцовского отдела Федеральной миграционной службы Александр Черных познакомил собравшихся с итогами работы отдела за 10 месяцев текущего года. Согласно приведенным данным, в Одинцовском районе трудятся граждане из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь, Молдовы, а также Грузии, Италии и Германии. Что изменилось в районе за минувшие две недели в экономическом плане, рассказала заместитель начальника управления комплексного социально-экономического развития Нина Прослова. В целом ситуация стабильна. Главным должником по заработной плате остается УПИУМО-107. В отношении этого предприятия уже вводятся судебные санкции. Число безработных снижается, вакансий на бирже труда достаточно, цены пока не растут. Мария Подъяпольская, Дмитрий Цибулевский, телекомпания Одинцова.